Восемьдесят лет назад состоялось так называемое Мюнхенское соглашение, или, как говорили советские историки, Мюнхенский сговор или Мюнхенский договор. Почему это событие так важно для истории Европы и для современной истории? Давайте об этом поговорим с историком Юрием Александровичем Микиф. Давайте сразу определимся, что же это был? Договор, сговор, соглашение? Формально, юридически, да, мы говорим соглашение. Когда мы хотим выразить свое некое отношение... Оценку. То мы говорим сговор. Имеется в виду, что это сговор ряда руководителей о судьбе третьей страны, в данном случае Чехословакии. И поскольку Чехословакии не имели шансов повлиять как-то на свою судьбу иначе, кроме как вступить в войну. Нет, почему? У них все-таки был выбор. Президент Чехословакии Бенеш мог выйти на радио и сказать «братья и сестры». Потом мы видели примеры. Как действует Иславанна. Как действует настоящий лидер нации в 1941 году. А он не сделал. То есть Чехословакское руководство предпочло принять этот совместный диктат Великобритании, Франции, Германии и Италии. Юрий Александрович, давайте просто быстренько пройдемся, что это был за договор, мюридский договор, посмотреть, как все-таки это развивалось изнутри и узнать настоящую правду. И понять, почему нам так важно, современникам, знать об этом договоре. Я с удовольствием объясню, почему нам сейчас так важно. Нам, я имею в виду, гражданам России. Да, в первую очередь. Ну, историкам важно, потому что мы все-таки хотели, чтобы в головах у людей было более-менее адекватное представление о причинах, следствиях, да, о том, как события связаны между собой. Почему важно с какой-то, ну, я не знаю, общественно-политической точки зрения, например, об этом говорить. И вам большое спасибо, что вы решили вспомнить это событие. Но мы же представляем себе в следующем году 80 лет, круглая дата начала Второй мировой войны, и там в Европе как с цепи опять сорвутся. Начнут гундеть про пакт Молотова-Риббентропа 80 лет. Вот опять Сталин виноват в том, что вся эта трагедия случилась. А сегодня... Эстония, Латвия, Литва скажут нас так у пиролиум. Да, да. А сегодня, в этом году, и в эти даты, я уверен, что будут предприниматься даже какие-то усилия для того, чтобы... Не вспомнить об этом. Не вспомнить. Там, попробуй сейчас предложи интервью какой-нибудь французскому или английскому телевидению о Мюнхенском соглашении. Расскажите, как вы подписали это соглашение с Гитлером? Да, да, да. Я думаю, они откажутся. Ну как же, это провокационная тема. Зачем вы нас, так сказать, хотите ткнуть мордой в наше нелицеприятное прошлое? А с точки зрения научной логики, ну тут же всё очевидно. То есть мы воспринимаем, мы, я имею в виду историков, причём разных стран, ведь важно, что это не наша российская позиция, да? А это же... Это наука и история. Да, это как некое интерсубъективное, интернациональное знание. Мы воспринимаем вот это событие, соглашение, в результате которого Чехословакию... Исчезла с карты практически. ...покукрыниксом, да, на блюдечке поднесли Гитлеру, скормили, можно сказать, да? Можно спорить, зачем скормили, но сам факт, так сказать, вот этого подарка... Ну, очевидно. ...великих держав, его отрицать же невозможно. Этот факт, это событие, оно сыграло главную определяющую, поворотную вообще роль в судьбах Европы, потому что если бы не это событие, то, я уверен, Вторая мировая война, если бы и началась, то неизвестно когда и неизвестно кто и как. А здесь все было очевидно, оно расставило прям, вот дало нам, что вот, товарищи нацисты, если вам и нужны какие-то условия для создания самой мощной армии в Европе, для похода на восток, мы вам их создадим и создали. То есть, смотрите, Юрий Александрович, давайте прям коротко. Значит, получается, 18-й год закончилась Первая мировая война. По Первой мировой войне Австро-Венгрия была расширена, и Чехословакия стала независимым государством, правильно я понимаю? Правильно. После этого Чехословакия развивалась. Ну, лучше сказать, что не Чехословакия стала, а просто, опять же, те же самые великие державы решили, что чешские и словацкие народы будут существовать теперь в рамках единого чехословацкого государства. Все равно это было не решение, понимаете, самоопределения, ведь кому-то из народов вообще отказали вправе на самоопределение. То есть, опять решали те же самые Англия, Франция. Ну, конечно, решали победители Англии, Франция, США. США остались неудовлетворенным своей ролью и итогами. А что такое они хотели? Хорошо. Это нас ведет в другую сторону. Значит, смотрите, Юрий Александрович, правильно понимаю, что когда, скажем так, нарисовали карту Чехословакии на теле Европы, то к ней присоединили как раз ту самую Судетскую область, которая как бы опоясывала Чехословакию, и там были самые развитые промышленные районы, и это были все-таки немецкие районы. Это дискуссионный вопрос. Это вы чехам скажите, что это немецкие районы, да? Но проблема объективна, она существовала. То есть, примерно 3,5 миллионов человек, граждан Чехословакии, это были этнические немцы, вот жители этой Судетской области. Она была такая приграничная, при этом, я посмотрел, она тянулась, да, от Германии до Австрии. Да, и она приграничная, то есть, конечно, но это же тяжелейшая проблема, вот, понимаете, когда вы хотите оторвать кусок какой-то империи, да, или нарезать империю на части, обязательно же возникнет эта проблема. То же самое было и в Российской империи. Ну да. Как только начали самоопределяться малые народы, сразу возникла масса приграничных споров. Споров, конечно. А чья, собственно, это земля, если люди живут здесь и живут иногда веками вместе, как ее разрезать? И кровь пролилась в нашем случае, да, мы говорим о гражданской войне. Такая, что до сих пор об этом вспоминать во многих регионах просто не хочется, да. Это очень опасно. Ну, получилось, что и немцы, но потом было и польское меньшинство, да. Иначе откуда вот эти все территориальные претензии со стороны поляков? Если бы поляки были просто рассеяны там в каком-то смысле, да, там или жили в городах, то в Праге была диаспора. А нет, это же тоже была приграничная область Тешевской. Возвращаясь опять к истории. Получается, что, значит, Чехословакия определилась, Судецкая область была присоединена к Чехословакии, это стало частью ее промышленного потенциала. И самое главное, Чехословакия ушла от репараций. Ведь после Первой мировой войны, я правильно понимаю, что тогда ее не трудно? Вы куда клоните? Мы сейчас будем говорить о несправедливости Версальского договора. Нет, 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 я сейчас не об этом. Гитлер тоже это говорил, да, Версальский мир несправедлив, Ленин говорил, грабительский Версальский мир, народы все были ограблены. Куда мы с вами придем-то в итоге? Меня, как русского человека, меня в первую очередь интересует, кто должен нести ответственность отвечать за миллионы, миллионы погибших людей в результате агрессии нацистов, в результате их нападения на мою родину. Кто отвечает за это? Нет, нет, я сейчас... Мы валим на Гитлера, вот больной маньяк, так сказать, сорвался. Но, Юрий Александрович, я понял, смотри. Но надо иметь в виду тех, кто это организовал. Юрий Александрович, тогда дело в том, что, по большому счету, ведь то, что Гитлер пришел к власти в Германию, этому способствовали тоже европейские страны, которые раздербанили Германию, которые разрезали, которые вывезли все оборудование. И, по большому счету, нация стала сплачиваться вокруг Гитлера именно потому, что они чувствовали себя уничтожными, оскорбленными. Ну, понятно, что реваншистские настроения... Да я вот к чему, да. ...одна из основ, так сказать, того, что за Гитлера кто-то голосовал и так далее. Но с точки зрения международного вот этого контекста, то здесь более простой есть пример. Вот Гитлер захватывает власть, да? Подожгли они Рейхстаг, запретили. Это некий переворот такой, не хочется говорить оранжевый, да, но, тем не менее, это насилие. Это насилие, переворот, который, в общем, нарушает все, так сказать, демократические какие-то там нормы. Вот, а теперь не нет. И в этом же году, в 1933, да, летом, когда Муссолини предлагает заключить некий пакт четырех для управления, Англия, Франция, фашистская Италия и Германия во главе с Гитлером уже, Они же готовы подписать этот пакт. Это не прокатило в 1933 году только потому, что французский парламент забастовал и отказался ратифицировать это четырехстороннее соглашение. А в Мюнхене реализовалась, по сути, вот идея Муссолини, которую он сразу предложил. Вот есть четыре великие державы, да? И Гитлер стал рукопожатным, его ввели в клуб. Его ввели сразу после прихода к власти. Сразу он стал одним из тех, с кем можно подписывать договора, соглашения, можно что-то делить, можно решать странами. Александр Ильич, вот здесь возникает самый главный вопрос. То есть получается, что все время Европа живет по абсолютно двойным стандартам. С одной стороны, везде даже демократия, правительство и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, мы общаемся только с теми, с кем нам выгодно. Если, например, в 1917 году в России произошла революция, и народ избрал себе новое правительство. Нет, это неправильное правительство. Это неправильные люди, которые пришли к власти. Да, это не демократично. Советы народных депутатов, это очень не демократично. Это очень не демократично. А вот здесь путь произошел. Это диктатура большевиков. Это наши друзья. А здесь путь... Не, ну, понимаете, это же, если брать вот цивилизационный подход, да, то, ну, понятно, это очень странно. Мы иногда, знаете, как говорим, западные державы... У нас же историки тоже к этому приучены, да? Западные державы, они вот отказались вести переговоры со Сталином. А Гитлер... Подождите, Гитлер это не западная держава, это что, восточная, китайская, что ли, да? Что-то за держава. То есть даже в языке есть некая, так сказать, вот внутренняя граница. Поэтому более грамотные люди, они, конечно, добавляют западные демократии, а тут вот в Германии тоталитарный режим. Ну, и на этом построена вот эта абсолютно спекулятивная теория, которую стыдно было даже в годы Холодной войны озвучивать, потому что миллионы участников этих событий, кто видел это своими глазами, понимал, что это бредовая идея. Раз в Германии тоталитарный режим, в СССР тоталитарный режим, вот они вот вроде как сущность, между ними какая-то близость. А между Великобританией и нацистской Германией эта близость отсутствует, там цивилизационная пропасть. А то, что Гитлер напрямую списывал какие-то вещи из опыта, например, существования британских элитарных школ для воспитания молодежи, да, и вообще все эти немецкие нацисты, они просто вот впитали, так сказать... Да и английские нацисты, которые все время говорили, да, да, давайте... Это уже никому даже рассказывать бесполезно, потому что вбита в голову некая матрица такая, да. Вот есть хорошие парни, это за демократию они борются. Нет, даже смотрите, даже если... Вот это хорошие фашисты, а это плохие коммунисты. Ну, сейчас-то они по-другому делают, да, они говорят, коммунисты и фашисты это близнецы-братья, только любой человек, который учился в школе, он может спросить на уровне обыденной логики, а что тогда коммунисты, фашисты, нацисты, да, почему они своим главным-то врагом, и это же было явлено в практике, когда комиссары, комиссаров убивали, отделяя от наших военнопленных в первые дни войны, откуда у них вот это вот именно представление, что главный-то враг, а как же антикоминтерновский пакт, а как же вот это вот вся антикоммунистическая, это не прикрытие, потому что реальная судьба коммунистов, она была такая, и в европейском сопротивлении, это люди, кто шел первый в концлагерь, и первый, кто шел в партизанский отряд и подпольный организм. Смотрите, ну вернись, да. А все сидели, а остальные молчали, то есть нацизм многих вообще устраивал. Так понятно теперь. Многих, кроме коммунистов. Так что теперь, сегодня в Европе, там, они вот это вот привыкли, фашисты-коммунисты, надо символику запрещать, фашистскую-коммунистскую. Два главных врага, понимаете, антагониста в тот исторический период, а сегодня пиар-технологиями их вот загнали в такое вот... И смотрите, вот мне нравится, что вы находитесь на правильной жизненной позиции. Удивительно, еще одна вещь. Когда, понятно, Гитлер начал просто шантажировать всю Европу, мы нападем, мы отберем с детской области Чехов, мы сейчас начнем войну, и все сказали, ой-ой, только не война, только не война, не бросайте нас в стерновый кустик. Удивительно, знаете, что, а на какой территории проходили переговоры этих четырех сторон? Могли выбрать Париж, могли выбрать Лондон или вообще Швейцарию. Нет, они все приехали в Мюнхен. Сказали, здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте, Адольф, как его там, по отчеству не помню. Алоизович. Алоизович. Он еще немного разыграл, чтобы именно в последний момент вот Гитлеру кинуть, я сейчас приеду, я вот разрулю ситуацию. Он же хотел играть роль миротворца для всей Европы, разруливающим там какой-то конфликт, но ему удалось выглядеть таковым в глазах английского обывателя. Я привез вам мир. Да, они там устроили ему овации. Гитлер слегка разочаровался в немецком народе, как представляется, после Мюнхена, да? Потому что его бряться не оружием, немецкий народ же тоже обрадовался, что не будет войны. Ну, конечно же. А Гитлер-то считал, что настоящий это ариец, это как раз тот, для кого война это жизнь, это средство, так сказать, выживания, движения. Да, вот вся эта фашистская мифология, она же построена на том, что война это естественно для настоящей человеческой, так сказать, высшей расы. Отложимся в сторону от Мюнхенского договора. Меня удивляет еще позиция одной страны, которая постоянно и в последнее время тоже тычет в нас пальчиком, это Польша. Интересно, думаю, а как же так произошло, что когда все-таки Чехословакия начал думать о том, чтобы Советский Союз помог им разрешить этот конфликт? Будем поляков ругать. Ну, а что? Нет, ну, да, хотите хвалите. Мне больше всего нравится, нет, мне больше всего нравится, как Черчилль сумел сформулировать, он же говорит о том, что правители Польши, что это очень такая храбрая нация, но почему-то у нее во главе всегда... Все-таки Черчилль настоящий. Прократите, Игорь Александрович. Ну, это да, я... Вы Черчилль сейчас перевели, я не точно. Нет, 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 я не точно, конечно, не точно, да. Он очень хорошо сформулировал, потому что, по большому счету, Польша, конечно, вырвала себе яму именно в тот момент, когда захотела своими вот этими претензиями, да, играя роль, так сказать, великой державы там и что-то такое, испортить отношения со всеми сразу, со всеми своими потенциальными союзниками, и логическим продолжением было бы вместе с Гитлером тогда уж дальше переть на СССР. Ну да, уж как говорится, ну, Гоша пошла, как говорится, такая свадьба. Да, но они же тут же и взяли, так сказать, назад. Ну, отыграли. Вдали, отыграли назад и приняли английские гарантии, которые Чимберлен им весной 1939 года даровал. Что, в общем, ну, в Германии, в первую очередь, сделали вывод, что с поляками у нас... Потому что осенью 1938 года в Берлине не исключали, что можно вместе с поляками, как-то вместе с польской армией там... Этот вариант, по крайней мере, на каких-то этажах властной пирамиды обсуждался, дискутировался. Но поведение именно поляков в итоге, оно было самоубийственным в перспективе. Слушайте, нет, но вопрос... Привело к их поражению потом... Ну, скажите, ну, под шумок-то, когда немцы ввели уже свои войска в Судетскую область, они же тоже ввели свои войска, поляки, в Тишинскую область. Ну, это не то, что под шумок, да, то есть министр иностранных дел их, польский Бек, он, конечно, хотел бы вообще быть участником Мюнхена. Он хотел бы... Ну, да-да-да, чтобы... Вот эти некие амбиции, претензии на участие в клубе великих держав, польские, когда они поняли, что их не пускают на равных участвовать в этом, тем не менее, они решили самостоятельно, ну, что же, мы же гордые поляки, великая нация, самостоятельно предъявим свой ультиматум чехословатскому правительству. Здесь Черчилль назвал это с жадностью гиены, да, имея в виду, он был всё-таки мастер, вот, находить литературные образы, да, с жадностью гиены откусили, а гиена, она чем занимается-то, да, то есть понятно, на что это намёк. Скажите, поляка в данном случае, именно что сожаление у меня эта вся история вызывает, поскольку речь идёт, конечно, о глупости в данном случае и близорукости какой-то вот этих пилсучиков, кто даже после смерти Пилсудского, амбиции у них остались те же, что у Пилсудского, понимание вообще, да, и политического чутья, и ума в конечном счёте, у них было, ну, недостаточно, вот так сформулируем. Хорошо, идём дальше. Итак, понятно, что Гитлер говорит, я заберу Судесскую область, Чехии, естественно, против, между прочим, у нас договор с Чехами, ну, Чехословакии, правильно, у Чехословакии договор с Францией, с Англией, если что, помогите. Чехословакии и Франции говорят, нет-нет-нет, делайте всё, что хотите, подписывают договор, поляки не пускают наши войска, ну, по крайней мере, говорят, мы войска не пропустим, хотя румыны говорили, ладно, если что, пропустим. Но ведь Бенеш, это президент Чехословакии, так и не попросил помощи у Советского Союза. А чем просил его Сталин, говорят, попросите, скажите, ну, чтобы было официально, скажем так, официально, или это не так? Это так, да, ну, правильно, то есть, здесь нам важно зафиксировать позицию Сталина. Она основывалась не на каком-то альтруизме, понимаете? Нет, 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 это понятно. Независимая Чехословакия, существование её на карте, оно гарантировало для нашей страны, что войны в ближайшее время не будет, вообще перспективе, Гитлер не сможет её развязать, потому что Чехословакия, а, по своей армии, она примерно сопоставима с тогдашним вермахтом, раз, значит, без заводов Чехословакии. А это была самая крупнейшая промышленная держава тогда Европы, Чехословакия? Ну, она ходила в шестёрку, но если, по объёмам, но если брать вот военную промышленность, понимаете, то, например, Румыния, такие страны, как Румыния и Югославия, они вообще не могли иметь никакой, вооружить свою армию без чехословаков. У них поставки были таковы, что всё военное снаряжение, по сути, они закупали просто у чехов, и всё. Если брать объёмы вот этих стран балтийских, да, независимые тогда, Латвия, Литва, Эстония, Польша, 11 стран до Греции, понимаете, вот это центральная и восточная Европа. Чехословакия, она производила больше, больше военной продукции и больше вообще продукции машиностроения, в принципе, чем эти все страны вместе взятые. Я даже помню, в какой-то книге видел цифру, не могу сейчас вспомнить, что железо Чехословакия выплавляла в два раза больше, чем Италия. И вот это всё подарить Гитлеру, понимаете, помимо всего прочего, это же не просто промышленность, это же доступ к сырью, да. Но если мне не изменяет память, то, по-моему, пятая часть немецких танков, которые напали уже на Советский Союз, это были чешские танки. Это потом, да. Но просто вот я думаю, как вот можно было Гитлеру вообще развязать войну, напасть на кого-то, если сам некая эвентуальная, как дипломаты в то время говорили, да, теоретическая возможность в перспективе, что вот есть некие, так сказать, страны, которые, а, не участвуют, б, не помогают или участвуют против него. Чехословакия, она такой мост между СССР и Францией, например, да, и не надо было Сталину свою армию загружать в Чехословакию, границ-то нет, вот Польша не пропускает, но если бы мы авиацию туда отправили, только авиацию, пролет авиации с территории Чехословакии, Гитлер её называл аэродромом, так сказать, вражеским аэродромом, потому что с территории Чехословакии можно бомбить любой объект на территории Германии, что французская авиация, что советская авиация, не нужны сухопутные операции. И сосредоточить свою сухопутную армию, например, против Франции при существовании Чехословакии на карте, Гитлеру было бы невозможно, рискованно. Поэтому, когда на Нюрнбергском процессе Кейтеля, одного из подсудимых, да, а это всё-таки один из главных, да, и главный руководитель, помимо Гитлера, вермахта, его спросили, а вы бы напали на Чехословакию, вот план же был, Грюн там всё, вы бы напали, если бы, он говорит, конечно, нет. Нет, даже если бы было просто дипломатическое осуждение, и нам бы заявили, что нет, мы вам не дадим, мы бы, конечно, не могли начать войну, потому что это было для нас самоубийственным шагом. И весь этот план Гитлера, он был рассчитан как раз на тот сценарий, который, может, он больше знал, чем мы до сих пор знаем, да, Гитлер, потому что он был уверен, что руководители Англии и Франции, самое интересное, что англичане в историографии, они придумали для себя объяснение. Нет, слушай, объяснить всегда можно, свои плохие поступки. Почему так? У нас было недостаточно авиации, чтобы тягаться с... Мы были не готовы к войне. А кто вас просил воевать-то в 1938 году? Не нужно было дипломатическим путём поддержать Чехословакию. Объединиться с Россией, с Советским Союзом, ну, по крайней мере, ну, хотя бы... Объединиться. Только они же и французам не дали выполнить свои обязательства по договору. Во Франции была достаточно сложная ситуация. Во Франции понимали, что они, если идут в фарватере британской политики, в данном случае, да, в мюнхенском деле, они теряют лицо. У них договор с чехами, значит, они его аннулируют о взаимопомощи. Значит, они отказываются выполнять этот договор. И какова вера вообще в то, что великие державы, французы в данном случае, они вообще договороспособны, они вообще будут помогать румынам, например. Ну да. И Румыния сразу легла потом под Гитлера. Конечно, естественно. Потому что они поняли, что защищать малые страны никто не собирается. И все эти договоры, это фикция. А попроситься под мягкую руку Кремля... Слушай, ну ведь Беныш сказал, когда он уже был в отставке, он сказал, у нас единственный был друг на Востоке. Но это он сказал, когда уже все, когда уже все было проиграно. Ну да, потому что СССР в силу правильного понимания своих жизненных интересов, ему Чехословакия была нужнее всего, как некие, так сказать, государства, гарантирующие того, что Гитлер не выйдет на границу СССР. Что вообще прямой войны Германии и Советского Союза не будет. Но тут сейчас и договор. Договор между нашими странами Франция, Англия, Италия и Германия. Да, но вот этот Мюнхенский договор, он кардинально изменил баланс сил, и в итоге мы его рассматриваем как, ну называют его апогей политики умиротворения. Но надо человеку объяснить, что такое политика умиротворения. То есть надо рассказывать об Испании, о том, как Испанскую республику сдали фашистам. Надо рассказывать о Эфиопии, которую Муссолини сдали. Мол, может быть, они займутся там в Африке где-нибудь. Главное, чтобы в Европе не было войны. Игорь Александрович, а скажите мне, пожалуйста, я сейчас не могу вспомнить, но у меня что-то есть, фантомная память. А что там произошло с Клапидой, прям сразу после того, как все это случилось? И там тоже много жило немцев. Это же Литва, по-моему, Клапида, да? Да, но... И немцы пришли туда и сказали, говорят, а Клапида теперь наша тоже. Это ультиматум. Но это уже события следующего года, да? Нет, но все равно... Нам важно показать причину следующей связи. Вот Гитлер в 1939 году, когда оккупировал Чехию и из Словакии сделал марионеточное государство, якобы вот оно. Хотя понятно, что это оккупация и все. Потом словаков этих погнали воевать против СССР. Когда он дальше предъявляет ультиматумы Литве, на Прибалтику давит. Когда он предъявляет Польше ультиматумы, он вообще уже не оглядывался на... Ну, вообще ни на кого уже, авторитетов не было. Великие державы, Францию и Великобританию. Потому что он уже, его военный потенциал возрос. Они наращивали после Мюнхена, за счет чехословацкой промышленности, Германия наращивала такими темпами свое вооружение, развертывание армии, что они не могли эти темпов достичь никак, сколько кредитов им не надавай в обычной ситуации, да? То есть получается, что это был спусковой крючок когда-то 38-го года. Спусковой крючок. Я вообще считаю, что нам давно пора отказаться от привязки начала Второй мировой войны к 1 сентября 1939 года. Китайцы так не делают, да? Японцы так не делают. Потому что они прекрасно знают, что сами они несли миллионные уже потери, начиная с 31-го года, когда Маньчжурию, Японию захватило, а с 37-го там вообще шла полномасштабная война, эта агрессия началась. С 37-го года открытая война. И самое интересное, меня до сих пор удивляет, а когда же мы в России, ну, лучше сказать в СССР, да? В СССР. Точнее. Согласились считать 1 сентября датой начала Второй мировой войны. А вот чем занимаются ученые наши, да? Потому что, дальше вот интересно рассказываю. Сталин, выступая на съезде партии с докладом, да, отчетом докладом, в 39-м году, это было в марте 39-го года, 10-го марта. Он, как само собой разумеющееся, анализируя международную обстановку, присутствующим сказал, вторая империалистическая война, он ее не называл мировой, да? Вторая империалистическая война захватывает свою орбиту все больше стран, уже сотни миллионов людей. Он имел в виду, что больше 2 года, он прямо говорит, она идет уже 2 года, имея в виду Японо-Китайскую войну, да? Имея в виду вот эти все переделы границ, испанскую гражданскую войну. И возникает вопрос. Сталин сказал, как в фильме «Место встречи». Старший вам сказал, нам же внушают, что для слова Сталина для всех историков закон. Я пошел спрашивать у людей преклонного возраста, и один выдающийся наш историк, не буду называть его фамилией, все-таки был давно, он же скончался. Он вдруг задумался и говорит, а действительно, я когда поступал после войны в институт, нас не заставляли учить дату 1 сентября. Я что-то не помню, чтобы я ее зубрил тогда для сдачи экзаменов там и так далее. То есть была другая дата, были другие, скажем так, вехи? Я не знаю, что там было, но мне интересно, когда в СССР согласились считать 1 сентября даты? То есть мы пошли на поводу у европейской истории? Когда этот дискурс был принят, да. При Хрущеве или, ну, скорее всего, да? А, скорее всего, при нем. Сталин помер. Потому что это сдача, парадигмальная сдача просто позиции. Одна из симптомов сдачи нашей, своего суверенитета. Право на интерпретацию истории так, как мы считаем нужно. И поэтому теперь все европейские историки говорят. Вот он, вот он конфликт Германии и Советского Союза. А на самом деле конфликт лежал совершенно в другой области. И разжигали костер совершенно другие люди. И тем самым, когда мы говорим о том, что дата это 1 сентября, мы, к сожалению, сами подставляем свой исторический бок. Ну, мы можем, в принципе, понимаете, тут же не было бы большого, так сказать, греха. Но есть некая научная дискуссия. Что важнее, Дальний Восток, да, для мировых событий. Или вот в Европе, когда началась война. Американство вообще у них совершенно другая история. У нас же вообще евроцентризм, это с Петра Первого, где-то на подсознании, как идеология заложена. Да, кстати, несмотря на то, что большая часть нашей страны это Азия. Да, несмотря на то, что большая часть нашей страны, она вовсе не в Европе, да. Но тем не менее, евроцентристский этот подход доминирует. Но вот это объезжает-то, или, я не знаю, вызывает озабоченность именно политизация. То есть мы понимаем инструментальный характер. Им нужно, чтобы Вторая мировая война началась после соглашения Сталина с Гитлером. Да. Не после их соглашения с Гитлером. Когда они все сдали, когда они разрешили делать все, что угодно. А у них было много соглашений. Ведь не только же это. Слушай, я на самом деле понимаю Сталина теперь. Так удобнее морочить людям голову вот этой вот схемой, что Сталин во всем виноват, что это главный злодей вообще мировой истории, что от него все беды. Уже один министр Литвы договорился, что в Холокосте виноват тоже Сталин. Песчаный карьер тоже я. Они говорят сейчас в Европе такие глупости, что образованному человеку смешно. Но на самом деле это свидетельствует просто о деградации. Нет, если бы была деградация. С одной стороны, нет, ну безответственность. Я в этом смысле. Деградация. Не в том смысле, что они историю плохо знают. А в том смысле, что безответственность можно говорить все что угодно, и тебе за это ничего не будет. Не стыдно, что ли, любую чушь молоть. На самом высоком уровне парламентских ассамблей, там, ОБСЕ. Не стыдно. А с другой стороны, это говорит о крайней степени политизации. Вот насколько это кому-то сегодня важно. Вот не просто Россию, так сказать, там, сказать, что вот у нас... Это значит шельмовать. Хорошее простое. Да, шельмовать, хорошее слово. А и через историю все время показывать, что, мол, вы... Вот они, вот они какие. Да, всегда вы какие-то не такие. Но мы знаем, что мы не такие. Но просто удивляйтесь, когда наши граждане, понимаете, наши граждане, вдруг начинают терять разум и начинать говорить, ну, Сталин виноват в развязывании Второй мировой войны. Смешно. Юрий Александрович, у вас здесь... Но обидно. Понимаете, в чём дело? Вот вы сейчас искренне и очень ярко рассказываете об этих событиях и говорите это от сердца. Я вам верю. Я хочу перепроверить, например, ваши исторические данные и так далее, но я возбуждён. Очень часто, к сожалению, истории рассказывают, как уже не состоявшиеся, а самые главные люди, которые бывают страстными, они могут совершенно спокойно переврать все факты, но говорят об этом страстно, и люди ведь поверят, что этот враг, этот негодяй... Почему мы о своей истории, которая на самом деле такая яркая и красивая, почему мы иногда не говорим так же, как вы сейчас? Почему наши многие историки соглашаются или, по крайней мере, не вступают в открытую полемику? Да мы... Мне кажется, нет, вы зря. Мы стараемся, мы делаем, мы круглые столы проводим мероприятия, выступаем по... Кто об этом знает? ...в интернете. Так здесь другое. Понимаете, здесь другое. Вот кому-то из наших радиослушателей, допустим, сейчас не очень нравится то, что я говорю. Послушай, ну, по крайней мере... Человек залезает в энциклопедию электронную тут же в телефоне, гуглит и смотрит. Так сказать, вот, допустим, неточная формулировка, можно было бы построже сказать. Черчилль не говорил слово, да, которое я... Ну да, ну да, да. Это он приврал. Черчилль по-другому, более корректно выразился. Можно же легко проверить. Но когда у людей не возникает желания, желания... Ну ругайте... Не знать правду. Да, ну ругайте. Вот сколько можно ругать этот пакт Молотова-Риббентропа? Ну ругайте, меня это не касается. Вот плохо, что люди думают, что нас это не касается. На самом деле, любая вот эта вот резолюция какого-нибудь там парламентской ассамблеи, да, в Европе, по поводу Сталина, она коснется рано или поздно. Когда Россию как правоприемника, просто в международном юридическом смысле Советского Союза, потащат в какой-нибудь суд и будут требовать очередные 2, 20, 50... Они уже посчитали там 150 миллиардов. Обратитесь, да. Это же шулера. Обратитесь тебе, Лена, Юрий Александрович. Они не об истории говорят, они говорят о деньгах всегда. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо вам, да. Спасибо вам, да, спасибо большое. Друзья, это был Юрий Александрович Никифоров, историк, московский педагогический государственный университет.